Тончайший электронный пучок. Скорость полмиллиметра в секунду. Самый тугоплавкий материал «Корбит Гафния» поддается за считанные минуты. Сибирские ученые разработали уникальный подход. Прямо в электронно-лучевой установке получают «Корбит» из исходных порожкообразных материалов. Тут же материал плавят в готовые изделия, как в 3D-принтере. При такой технологии улучшаются и его свойства. Раньше его синтезировали в огромной печи и только потом делали расплав. Вот это электронно-микроскопическое изображение, которое получают от стандартных технологий. То есть просто нагревают, спекаются и получаются зерна вот такие, которые потом требуются очень длительное время, чтобы они соединились друг с другом, спеклись и образовали какое-то целое. Но все равно остается скрытая пористость, которая ухудшает свойства конструкционного материала. А вот это мы электронным пучком ударили по поверхности образца. Мы даже его не только что расплавили, он даже стал испаряться, видны вот эти кабельные. Это слишком высокое воздействие было. Но дальше пошла поверхность, вот такая ровная гладкая поверхность, которая уже зона плавленого карбиды. За один сеанс в установке можно изготовить многослойные изделия, соединить тугоплавкий слой и, например, теплоизоляционный, который защитит от вредного воздействия. Исследование невозможно было бы без уникальной разработки сибирских физиков. Обычный электронный пучок в основном, ну, чаще всего используется прямой электронный пучок. А в нашем случае электронный пучок в этой установке поворачивается на 90 градусов. И почему это делается? Потому что, когда вот идет сильное испарение, там, и образуются пары, то ставится мощный поток паров, капельных мелких, они могут попадать на каток и просто даже каток моментально вывести из строя. Изделия из карбидогафния можно поставить и на промышленный поток, изготовив штампы и трафареты. То есть снизить цену и временные затраты на производство ядерных реакторов, космических ракет и ускорителей. Вы сами понимаете, самый высокотемпературный материал, он находит применение не только в гражданской области. Поэтому в первую очередь он идет на другие применения. Поэтому тут пока информации нет, где он применять. Дальше ученые разработают оптимальные параметры для автоматизации процесса получения и расплава карбида. Есть и конкретное задание – изготовить новый катод для ускорителей ЯВ. Детали из самого тугоплавкого материала прочнее и долговечнее, и сокращают энергозатраты. Екатерина Киселева, Дмитрий Злобин, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok